Добрый день или добрый вечер. Сегодня мы начинаем решать задачи на отрезках на сайте eolimp. На этом сайте 25 задач, и мы решим их все. Здесь есть и сложные, и легкие задачи. Мы разберем общий вид этих задач, общий принцип решения этих задач, какие структуры данных использовать. И напишем код на C++ решения каждой из этих задач. И начнем мы, пожалуй, с задачи в стране невыученных уроков. 4481. Видите, как много задач на eolimp. Начнем мы с этой задачи, потому что она не такая сложная, и там есть красивый рисунок. Витя попал в страну невыученных уроков. Для того, чтобы вернуться домой, ему нужно выполнить множество заданий. В этой сдаче он должен выиграть у стражи в нод-игру. Правила этой игры очень простые. Есть массив натуральных чисел, после чего игроки выбирают два числа L и R. Им надо посчитать наибольший общий делитель всех элементов массива с индексами от L до R. Включительно. Кто быстрее посчитает, тот и выиграл. Чтобы избежать нечестных игр, они иногда заменяют некоторые числа в массиве на другие. Витя очень хочет домой, помогите ему в этом. Для чего напишите программу, которая будет очень быстро считать нод на заданном промежутке. Входы и данные. Первая строка содержит количество элементов в массиве. Во второй строке находится n чисел. Это сами элементы массива. В третьей строке находится количество запросов. Далее в m строках находятся по три числа Q, L, R. Если Q равняется 1, требуется посчитать нод элементов на промежутке L, R. Если Q равняется двойке, то надо заменить элемент в позиции L на число R. Для каждого запроса с номером 1 в отдельной строке вывести ответ на запрос. И дан пример. 1 секунда 64 мегабайта на память. Так, давайте сразу поймем, в чем подвох этой задачи. У нас 10 в пятой элементов. И 10 в пятой запроса. Первое решение, которое приходит в голову, это наивное решение. То есть мы для каждого отрезка идем и считаем наибольший общий делитель на этом отрезке. У нас может быть 100 тысяч запросов. И, например, нам подсунут отрезки длиной 100 тысяч. То есть вот мы видим в примере, что первый же запрос – это запрос на всем массиве. 2, 4, 6, 10, 8. Наибольший общий делитель – 2. Если бы элементов было 100 тысяч и запросов было 100 тысяч, и тут было бы от единицы до 100 тысяч, то мы бы не осилили это. То есть примерная оценка – это 10 миллиардов операций. Наивное решение состоит в том, что мы для каждого запроса честно проходим все элементы массива и считаем нод. Соответственно, количество запросов умножается на количество элементов, и того получается 10 миллиардов. Наивное решение хорошо тем, что мы для маленьких чисел, входных данных, можем проверить правильность понимания нашей задачи и правильность ее решения. Ну что, погнали писать наивное решение. Цветовая схема снова долой, домой. В этой задаче нам понадобится вычисление наибольшего общего делителя. Найти наибольший общий делитель двух чисел можно при помощи алгоритма Евклида. Соответственно, давайте напишем его. Мы принимаем два числа – а и b. И мы должны вернуть наибольший общий делитель. Согласно алгоритму Евклида, если b равняется 0, то мы возвращаем a. Иначе мы возвращаем результат вычисления наибольшего общего делителя от b и остатка деления a на b. Вот так вот компактно и записывается алгоритм Евклида. После того, как мы написали функцию наибольшего общего делителя, нам нужно написать решение нашей задачи. Мы читаем количество элементов. Мы читаем сами элементы. Дальше мы будем отвечать на запросы. Мы прочитаем количество запросов и начнем читать сами запросы. У нас запросы двух типов. Соответственно, мы будем читать тип. И в зависимости от типа запроса будем что-то делать. Если тип равен единице, то у нас запрос на нахождение нода на всем отрезке. Мы должны прочитать границы отрезка. Мы должны сдвинуть границы отрезка на единицу влево, так как у нас нумерация с нуля. И дальше начинаем вычислять уже наш нод. Изначально нод равен первому элементу. Затем мы проходим все остальные элементы. И пересчитываем нод как нод от предыдущего значения и текущего элемента. И в итоге мы уводим этот нод. Дальше. У нас запрос типа 2. Нам нужно прочитать позицию элемента и новое значение. Позицию также нужно сместить на 1 влево. И в запросе типа 2 мы просто прислаиваем элементу в позиции p значение x. И по идее это должно работать. Давайте скомпилируем и запустим. 2, 2, 5, 1. 2, 2, 5, 1. Мы получили, что и заказывали. Давайте пробуем отправить это решение. Может оно даже пройдет. Ну что, прошло? Хренас 2! Задачу мы поняли правильно. Соответственно, на первых 7 тестах у нас работает. А 3 теста у нас вываливается. По ограничению по времени. Что же делать? С наивным решением. Заметим, что для нас основную сложность составляют запросы на отрезках. То есть запрос нода на отрезки. И в данном наивном решении мы идем просто от левой до правой границы по одному элементу. Эту работу нужно ускорить. Как это нужно ускорить? Мы выпишем какой-нибудь массив. Вот у нас есть какой-то массив. И самую высокую сложность нам доставляют запросы на больших отрезках. Что если мы будем на этих запросах выполнять меньше операций? Как этого добиться? Например, мы можем разбить весь массив на некоторые группы по 3 элемента. Ну, допустим так. Затем мы можем на каждой группе посчитать наибольший общий делитель. В этой группе у нас в первой 2. Здесь у нас 16. Здесь у нас 64. Здесь у нас 8 и 2. Дальше. Когда у нас поступает запрос, например, от этого элемента и до этого элемента, мы проходим от текущей группы для этого элемента, от текущей позиции до конца. То есть, этот элемент и этот элемент. Дальше мы начинаем перепрыгивать от границы одной группы до границы второй группы. От границы второй группы до границы третьей группы. И так далее. То есть, мы дальше учитываем вот этот элемент, уже предпочитанный для всей группы. И учитываем этот элемент, также предпочитанный для всей группы. Это первая группа, вторая группа, это третья группа. И дальше нам нужно просто пройти от того момента, куда мы пришли, до нашего элемента в правой группе. То есть, 32 и 16. Итого, на такой большой запрос у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6 просмотренных элементов. Что значительно меньше, если бы мы наивным способом это все сделали. Это запрос получения ответа на отрезки. Что касается запроса изменения. Например, нам нужно будет поменять вот этот элемент на 128. Давайте скопируем. Мы меняем этот элемент на 128. Тогда у нас получается, что нужно пересчитать значения для вот этой вот группы всей. Мы можем сделать это за размер одной группы. То есть, мы проходим этот элемент, этот элемент, этот элемент и понимаем то, что ответ для нашей группы равен 16. Вот и все. Таким способом мы ускоряем наивное решение, сохраняя значение на некоторых группах. Теперь, как выбирать размер группы? Логично, если мы возьмем размер группы как корень из количества элементов, то у нас здесь пройдет корень из n элементов, дальше корень из n групп, и дальше снова корень из n элементов. То есть, асимптотика будет m на корень из n. Это очень хорошо, и если мы посчитаем это число, то будет 30 миллионов операций. И это, безусловно, поместится в секунду, даже быстрее зайдет. В целом, это неплохо. Для удобства обработки этих запросов мы напишем свою структуру данных, которую можно потом будет использовать многократно. Приступим. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете задавать в комментариях. Итак, мы напишем свою структуру данных. Назовем ее SQRT-декомпозиция. Большое название, но ладно. Что будет содержать эта структура данных? Она должна хранить исходный массив. И она должна хранить массив посчитанных нодов на группе. То есть, то, что мы посчитали на определенной группе. И она будет содержать некоторую константу. G-size. Это размер группы. Здесь я посчитал то, что корень из 10,5 это примерно 316. Нам нужно будет взять 256. Например. Дальше мы напишем конструктор. Что будет делать он? Мы напишем размер и значение, которое мы хотим заполнить. То есть, он будет заполнять весь массив одним и тем же значением. Например, значением по умолчанию можно взять единицу. Тогда у нас нужно выделить память под массив и заполнить его значением. И нужно выделить память под gcd. И заполнить его значением. Сколько у нас будет групп? Нам нужно размер всего массива целочисленно поделить на размер группы с округлением вверх. Соответственно, всего групп будет у нас size плюс gsize минус 1 поделить на gsize. Это операция целочисленного деления с округлением вверх. И заполняем его также в value. Вот таким нехитрым образом мы написали конструктор для SQRT-декомпозиции. Но это еще не все. Нам нужно отвечать на запросы как-то. Мы напишем методы. Методы этого класса. Мы должны написать метод обновления gcd на какой-то группе. То есть, пересчет. Мы принимаем индекс группы. И дальше. В зависимости от индекса группы, мы можем определить левую границу и правую границу. Левая граница будет как индекс группы умножить на размер группы. Правую границу нам нужно выбрать из минимума l плюс gsize. То есть, это левая граница плюс размер группы. Или размер массива. И от этого минимума еще вычесть единицу, так как мы находим включительно. Дальше. Нам нужно посчитать просто gcd от l до r. Для этого мы заводим некоторую переменную, которую изначально инициализируем как массив в позиции l. Затем мы идем от позиции l плюс 1 до r. Мы это уже делали в нейном решении. И d обновляем как gcd, d, r и t. То есть, мы пересчитываем нод с новым элементом. И в конце мы записываем в gcd, g значение d. Это метод пересчета gcd на всей группе. Теперь метод замены какого-то определенного элемента. Мы принимаем позицию и этот элемент. Чтобы заменить, нужно просто проинициализировать элемент массива на позиции pos новым значением. И вызвать функцию update. pos делить на gsize. Это индекс группы. Итак, как получить ответ? Мы должны написать метод get, который будет принимать границы нужного нам отрезка l, r и возвращать скомый нод. Изначально мы можем проинициализировать как элемент массива в позиции l. Дальше мы должны посчитать индексы групп, которым соответствуют элементы l и r. Например, в этом запросе у нас было 2 и сколько-то там еще. Вот, мы определяем, куда пала левая граница, в какую группу. И мы определяем, в какую группу пала правая граница. Дальше. Если у нас группы совпали. Такое может быть. Если у нас группы совпали, нам нужно просто наивно пройти по всей группе. Проходим. Иначе. Мы проходим часть первой группы и часть последней группы. А все остальные группы мы просто бежим по посчитанным значениям. Погнали! В этом цикле мы проходим от l плюс первого элемента до l плюс первого элемента. Границы первой группы. И обновляем gcd. Затем мы проходим по всем промежуточным группам. И обновляем gcd уже по посчитанному значению. И, наконец, мы проходим по правой группе. От ее начала и до правого элемента. Включительно. И в конце функции мы возвращаем ответ. Этот метод у нас не меняет объект, поэтому мы можем написать const. Итого, мы написали конструктор. Мы написали метод обновления группы, то есть пересчета всего gcd. Мы написали метод замены элемента на позиции post с значением value. И мы написали функцию запроса. Давайте теперь применим это в коде. Массив нам уже не нужен. Массив домой. Мы создаем объект. Sqrt.d композиция. Как мы назовем его? SD. Он у нас принимает размер и значение, которым мы должны заполнить. По умолчанию это 1, если мы ничего не передали. Дальше мы читаем n чисел. И мы вызываем запрос на изменения в этой позиции просчитанным значением. Что касается запросов. Первый запрос. Мы должны прочитать границы запроса, сместить их и вывести ответ. SD.get.lr Что касается второго запроса. Мы должны прочитать позицию, элемент, сместить позицию и присвоить. Для этого мы вызовем метод SD.set.px Вот такими нехитрыми манипуляциями мы ускорили наивное решение, применив метод Sqrt.d композиции. Разбивание на групп. Давайте его протестируем. Для тестирования мы выберем размер поменьше, чтобы убедиться, что это все работает. Например, 2 поставим. Снова компилируем. Ага, не компилируется. Почему не компилируется? Потому что мы используем везде gcd. gcd используем как функцию и gcd используем как массив. Чтобы вызвать функцию, заметим, что она лежит за пределами этого класса. То есть, мы должны написать двоеточие. Обращение к внешней области данных. Пишем двоеточие здесь. Пишем двоеточие здесь. Пишем двоеточие здесь. И пишем двоеточие здесь. И здесь. Погнали. Скомпилировалось. Запускаем. И опять же 2, 2, 5, 1. Как и в задаче. Как и заказывали. Да? Да. Ну что ж, давайте сдадим. Изменим размер на 256. Скопируем. И отправим. Надеюсь, в этот раз у нас сдастся она. Да, прошло. Все тесты пройдены. Время работы на худшем тесте 850 миллисекунд. И память 1,71 мегабайт. Что не может не радовать. Давайте уменьшим время. Нам нужно ускорять ввод-вывод. Это можно сделать быстрее и лучше. Для этого существует несколько волшебных команд. Первая команда это отключение синхронизации с stdio.h. Теперь мы не сможем использовать одновременно потоки и функции scanf и printf. По идее, это должно уже ускорить. Да? Ну, надеюсь, сейчас пройдет. Давайте сдадим. Да, сдалось. Выиграли 200 миллисекунд. Давайте еще раз пробежимся по нашему решению. Сначала мы считываем количество элементов. Затем мы создаем объект. Sqrt декомпозиция на это количество элементов. Затем мы считываем n элементов и инициализируем объект этими элементами. Затем мы считываем количество запросов и выполняем запросы. Для запросов первого типа мы считываем границы отрезка и возвращаем результат вызова метода от объекта Sqrt декомпозиции на этом отрезке. Для запросов второго типа мы принимаем позицию и число. И мы изменяем элемент на позиции P новым числом. Дальше. Что у нас делается в классе? Сначала у нас вызывается конструктор, который просто инициализирует массив array и массив наибольших общеделителей предпочитанных. Здесь у нас инициализируется размером size и значением value. Здесь у нас инициализируется количеством групп и тоже значением value. Затем мы написали функцию update. Мы принимаем индекс группы и мы должны пересчитать на этой группе наибольший общеделитель и сохранить его. Затем мы написали функцию set, которая по идее должна изменять элемент в позиции POS и дальше пересчитывать группу, соответствующую позиции POS. Затем мы написали метод get, который должен возвращать наибольший общеделитель от LDR. Ответ на запрос в методе get будет храниться в переменной ans. Сначала это элемент в позиции L. Дальше мы учителяем левую группу и правую группу. Если левая группа совпадает с правой группой, то нам не нужно ничего оптимизировать, мы можем наивно все пробежать. Иначе, если левая группа не совпадает, то мы проходим по части левой группы до конца левой группы. Затем мы начинаем проходить уже по группам, по предпочитанным значениям. Тоже корень z операций. Затем мы уже проходим по правой группе до конца отрезка. И возвращаем вычисленное значение. Ну и не следует забывать про функцию GCD, которую мы написали в самом начале алгоритма Евклида. Ну что ж, на этом все. Странение выученных уроков решено. В следующем видео будет разобрано решение деревом отрезков. Мы разберем структуру дерева отрезков и как она используется. И мы разберем все остальные задачи. Всем пока. Чао. Пока. Скоро увидимся.